Мир вам, братья и сестры! После массовых арестов в Невинномыске, 141 зачинщик, как говорят менты, было арестовано, возникает вопрос, если эти самые менты и московские начальники ведут себя как оккупанты, выглядят как оккупанты, разговаривают как оккупанты, стражильческим населением воспринимаются как оккупанты, может быть они действительно есть оккупанты? И может быть нам всем на Ставрополье, в Краснодарском крае, на Дону, стоит заниматься не правозащитной деятельностью, а национально-освободительной борьбой? И знаете, что меня наиболее неприятно поразило во всей этой истории в Невинномыске? Когда менты проводят умиротворение населения в Грозном или в Нальчике, они панически боятся. У них автоматы, бронежилеты, бронетранспортеры, бронетехника, висят вертолеты в это время над этим местом. Они боятся чеченцев, они боятся дагестанцев, казаков не боятся. Так может быть в связи с этим чеченцы и дагестанцы действительно имеют больше прав на эту землю, нежели казаки? Они, по крайней мере, могут себя поставить перед ментами, перед москалями. А почему же менты не дали провести этот мирный сход? Они говорят, это напрягет ситуацию. В Киеве, где я живу, таких вот мирных сходов с мордобоем, с мусорами и без каждый день. А раз в две недели это уже капитальный мордобой. Ничего не напрягает, все спокойно живут, все счастливы и довольны, жуют сникерсы. Почему же в Киеве можно, а в невинном иске нельзя? А потому что московское начальство знает, что если казаки сумеют противостоять чеченцам и дагестанцам, что будет мешать им точно так же противостоять милицейскому беспределу и грабежу со стороны московского начальства? Русский народ был специально выведен, как народ терпильский, как народ, который любит начальство, как бы оно над ним не издевалось. Русский народ именно в таком состоянии постоянно и должен быть, потому что именно он опора для всех этих Абрамовичей и Шойгу. И если русский народ вдруг начинает вести себя по-другому, если эти овцы превращаются в волков, то это большая угроза, чем чеченцы и дагестанцы. И, видимо, время самоопределиться, а кто же мы, терпильцы, россияне или же все-таки казаки, или же Ставрополье – это не совсем россияне. Чеченцы или дагестанцы, может быть, раз в год подрежут на Ставрополье какого-нибудь русского парня, а менты опускают, унижают каждый день. Но вот раньше считалось, что унижение хуже смерти. По крайней мере, об этом мне рассказывала моя бабушка, казачка из станицы Грегорополийская. Ее отца, моего прадеда, большевики там расстреляли. Он был полный георгиевский кавалер и диакон. Тем, кто его расстрелял комсомолицам, сейчас в станице стоит памятник. Его охраняют милиционеры. Какое мне дело до Ставрополя? Я – потомок кубанских и терских казаков. И живу на земле предков кубанских и терских казаков. И таких, как я, в Украине две трети населения. Мы все связаны, мы все связаны родством. И когда унижают казаков в Невинномыске, на Ставрополье, на Кубане, они унижают наших прямых родственников. Нам до этого есть дело, потому что этим самым они унижают нас. Откровенно говоря, я не против того, чтобы Ставрополье слегка украинизировалось, вспомнило свои корни. Украинизация – это свобода, нефрикативное ге и всеобщее вооружение населения. Я не вижу в этом ничего плохого. А вы? Продолжение следует...